Привет, ребят! Я только пришла с школы, думаю, по мне это сейчас видно. Ну, успела еще покушать, конечно, борщик. Было вкусно. Но в целом только пришла. И сегодня в этом видео я хочу показать вам, что в моем рюкзаке. Я сейчас вся такая черно-белая. Ну да, в этом году у меня рюкзак черный. Это именно рюкзак, не сумка. Я вообще помню, обожала смотреть подобные видео на ютубе. Когда-то даже, кстати, я помню, я брала сумку, наполняла ее просто всем, чем хотела. И не снимая это все, просто смотря на себя в зеркало, а показывала, будто бы кому-то что-то. А сейчас у меня есть вы, и я вам хочу показать, что же в этом огромном рюкзаке. Также, кстати, хочу вам показать, что у меня в пенале, потому что вы часто просили меня в комментариях рассказать об этом. Так что, думаю, это видео будет для вас полезным. Сам рюкзак у меня черный, и здесь нарисованы такие ушки котика. Я его покупала в каком-то инстаграм-магазине, недорого. Я решила, в этом году будет такой простой черный рюкзак. Решила, да, именно рюкзак, не сумку. Также, кстати, именно этот рюкзак мне понравился тем, что у него два отделения. И еще круто, что второе отделение разбито на еще одну такую ячейку. И это реально очень удобно. Блин, если честно, этот рюкзак сейчас такой тяжелый, и когда я его еще ношу за спиной, он нормальный. Но когда я сейчас его держу вот так вот, то он тяжелый. Хотя я ношу не все книги. У меня есть очень хороший сосед Миша, который, кстати, не смотрит мои видео, но который носит все книги. Так, давайте начнем с такого большого последнего отделения. Сейчас у меня здесь пакет с формой для физкультуры. Кроссовки я оставила в школе, а здесь просто футболка и шорты. Да, улетайте. Также две книжки, которые я еще не положила в обложку. И я, если честно, не помню, даже подписала ли я их вообще, потому что я их не открывала до того, пока не началась школа. Да, и мне кажется, я когда начала школа, не очень буду их открывать, но надо. Да, как вы видите, здесь только две книги, и в этот раз это зарубежная литература. Хотя вообще, кстати, я перепутала, потому что у нас была украинская литература, а я взяла зарубежную. И поняла это только тогда, когда сказали открывать седьмую страницу. Я открыла, а там написано вообще не то, что читают другие. Отлично. Очень умный человек сидит просто перед вами. И семье. Одиннадцатый класс. Да, ребята, видите циферку? Одиннадцать. Потому что мне, кстати, часто в комментариях пишут, что да я не верю, что ты в одиннадцатом классе, да ты не похожа вообще на одиннадцатиклассницу. Но, ребята, я иду в одиннадцатый класс. Ну, хожу в одиннадцатый класс, наверное, правильнее сказать. Хотя, с радостью, если честно, ходила бы в первый. Или в садик. Лучше в садик. Мне кажется, там были самые беззаботные, простые и лучшие времена. Также здесь лежит бутылка с водой. Уже пустая бутылка воды, потому что у меня была физра, да и в целом я в школе пью много. И иногда мне кажется, что даже пол-литра это мало. Ну, особенно сейчас, когда я жарко еще в школе, это реально мало. С этим отделением все. Оно уже стало пустым. Теперь самое большое и самое такое наполненное и интересное отделение. Первое, это, конечно, очень много разных тетрадок. Некоторые из них я уже начала, некоторые просто сейчас беру, потому что то учителя говорят, подписывая тетрадь для всяких контрольных, самостоятельных работ, то просто беру, как бы, чтобы не было мало, а беру больше. Здесь сейчас тетрадка с информатики, тетрадка с украинской литературы. Просто неподписанная, неподписанная. Тетрадка с химией, вот такая вот с птичками. Тетрадка из биологии из прошлого года. Я вообще не знаю, зачем я ее взяла, потому что я завела новую тетрадку для биологии. И моя любимая и самая красивая тетрадка и вообще серия тетрадок, это вот такая вот с авокадо. И это у меня тетрадка для физики. Кстати, пока я стараюсь над конспектами, пытаюсь все красиво оформлять, но иногда, конечно, мне лень. Иногда учителя так быстро диктуют, что я просто не представляю, как еще возможно все красиво выписывать, красиво оформлять, это нереально. Также мой пенал, это тоже очень такой интересный атрибут рюкзака. Сейчас я хожу в школу с вот таким вот прозрачным силиконовым пеналом. Он небольшой, но мне как раз он подходит идеально по размеру. Внутри этого пенала шесть текстовыделителей, маркеров. Такой вот фиолетовый, зеленый, голубой, розовый, желтый, оранжевый. Все эти маркеры очень круто пишут, такие яркие, такие красивые мишки на них. Хотя, если честно, уже эти мишки выглядят стрёмно, потому что уже их лица так немного стираются, и они похожи на мишек из фильмов ужасов. Но мне нравятся, кстати, эти маркеры из-за того, что они тоненькие, не такие большие. А вот эти вот идеальные, потому что занимают мало места в пенале, но являются очень полезным атрибутом в школьной жизни. Также корректор, потому что как вообще без него, я не представляю свою жизнь в школе без корректора. Очень удобная ручка, когда у тебя лежит только одна ручка, но на самом деле здесь три. Синяя, черная и красная. Хотя выглядит как голубая, серая и розовая, но это не так. Самая красивая часть моего пенала, это вот такая вот ручка с пончиком, но она, кстати, лежит как запасная ручка. А пишу я сейчас вот такой вот обычной 10-метровой ручкой. Это, короче, ручка, которую я пишу еще начиная с зимы прошлого года, но был карантин, я мало писала. Она вообще не планирует заканчиваться, очень крутая. Мне нравится, как она пишет, цвет ее, потому что она тоненькая, не мажет руки, потому что все мои предыдущие ручки мазали мне руки. Я ходила вся пописанная. Пописанная. Очень красивое слово. Еще вот такая вот синяя ручка пишет, стирает. Тоже, кстати, удобно. Три цветные, но не яркие ручки. Также не очень прям красивый, но классно пишущий, пишущий карандаш, классно рисующий. Ну, короче, классный карандаш. Обыкновенная линейка. Стирачка. Кстати, я поняла, что вот стирачки я люблю просто вот такие вот обычные. Она, конечно, выглядит уже стрёмно, некрасиво, но зато она, правда, классно стирает, потому что я встречала уже очень много разных стирачек, которые просто выглядят идеально, как произведение искусств, но ничего не стирают, а только замазывают место, где вы бы хотели, чтобы они что-то стерли. И вот такая вот маленькая флешка. Она реально очень маленькая. Она здесь 16 гигабайт. Это много. Так, это все с пеналом. Он уже полностью освободился от всего своего наполнения. Также у меня лежит кошелек. Как без этого? Здесь просто деньги. Также здесь учнивский квиток. Я не знаю, как это называется на русском. Учебный. Учебный билет, наверное. Ну да, учебный билет. С ним я могу ездить бесплатно в троллейбусах. Также здесь лежит расческа с моими волосами. Идеально очень эстетично все выглядит. Также она с резинкой, потому что всегда там то на трудах надо резинка в школе, то на физкультуре нужна резинка, то просто мне хочется связать волосы, когда у меня на ней распущены. Короче, это обязательная вещь. Теперь такие вещи, которые не очень связаны с учебой, но мне очень помогают в школе. Влажные салфетки с гранатовым, гранатовым вкусом гранат и белый чай сейчас. Платочек, потому что я человек, который постоянно чихает, у которого постоянно сопли. Я не знаю, то ли это какая-то аллергия, то ли у меня просто постоянно забитый нос. И, конечно, это просто потрясающе, когда сейчас ты чихнешь, там, и на тебя уже все смотрят так, ты что здесь с вирусами или что? Хотя, кстати, чих не является симптомом, там, признаком коронавируса. Здесь также лежит спрей с манго и гранатом. Это мой любимый спрей. Это спрей от Avon. Он очень вкусно пахнет. И там после физкультуры побрыскаться, или просто я хочу, чтобы он лежал. Да и плюс у меня дома есть еще один похожий. Антисептик. Вот такой вот я покупала в Авроре. Он был очень дешевым, но он, кстати, очень крутой. Я сейчас хочу продезинфицировать свои руки. Он пахнет кокосом и совершенно не ощущается спирт. Хотя, кстати, у нас сейчас по всей школе установлены антисептики. Такие, которые даже не надо трогать. Просто подносишь руку, такой свет опускается на руку и капает жидкость какая-то. Уже есть люди, которые и пьют эти антисептики, что они только с ними не делают. Но все равно я считаю, что лучше иметь и свой антисептик, и пользоваться школьным, конечно же. Крем для рук, кстати, тоже здесь лежит. И бальзам для губ. Я вам говорила, кстати, в лайфхаках для девочек, что это очень круто носить с собой в школу. Крем для губ. Крем для губ и бальзам для рук. Крем для рук и бальзам для губ. Жвачка, которую я купила вчера и пока не сживала, потому что я такой человек, что если у меня что-то есть, я могу это съесть, сживать буквально сразу. Я могу реально вот взять и подряд сживать всю упаковку в жвачек. Ну типа одна стала безвкусная, я взяла другую, третью, взяла по две, по три. Я не знаю, возможно это какая-то ненормальная вообще мутация организма. Но мне интересно, у вас так же или нет. С этим отделением все. И у нас осталось еще одно отделение. Такое маленькое, на котором такой вот маленький кармашек впереди. В нем, кстати, у меня чаще всего лежит телефон, но сейчас телефон записывает вам звук до этого видео, и сейчас его там нет. А лежат тут конфетки. Не знаю, почему они тут лежат. Наверное, ну подкинули кто-то. Ну не я же ложила конфетки сюда. Нет, конечно, нет. Капли для носа. Я вам уже говорила, что я человек, у которого постоянно проблемы с носом, заложенный, чихает, шмаркается. Это я, здравствуйте. Звали меня? И хотя я понимаю, что это очень плохо все вот эти вот капли, но просто мне реально кажется, что я уже от них просто зависима. Ключи от дома. Мне же нужно как-то возвращаться домой после школы. Не буду я же в школе ночевать. Итак, спасибо, с восьми до трех я сижу там. И еще одна резинка. Вот такой вот телефонный провод, я называю такие резинки. Ну и также, конечно, всегда у меня в школе с собой есть маска. Да и не только в школе. Это такой атрибут, мне кажется, 2020 года для всех. У меня такая простая черная маска из ткани. Она, конечно, не медицинская, но мне она удобная, довольно-таки удобная, и выглядит адекватно. Лучше, чем многие маски, которые я видела у себя в магазинах. Вот и все. Мой портфель полностью пуст. Это все, что я сейчас ношу в нем. Конечно, всегда у меня разные тетрадки, разные учебники, но это очевидно. У нас еще нет дневника. Нам их не выдали, потому что мы закупаем все вместе. И я пока просто пишу домашнее задание на полях моих тетрадок, но потом они будут. Так что спасибо вам за просмотр этого видео. Надеюсь, оно вам понравилось. Если да, то ставьте лайк под этим видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчик, там все вот эти вот дела. Ну, я думаю, вы знаете. А я вас люблю, целую, обнимаю. И всего самого лучшего желаю. Учитесь хорошо и удачки вам там. Субтитры сделал DimaTorzok